Доброе утро, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Мне бы было честь доложить одни из первых результатов исследования нашего отечественного препарата Прилгалимаба. Это препарат антипеди-1, который активно изучается. Мы все знаем, что сейчас недавно вручили Нобелевскую премию за открытие антипеди-1 препаратов именно. И надо сказать, что это не первая премия в области иммунотерапии в онкологии, но эта премия была дана именно потому, что был открыт тот препарат, тот лечебный подход, который имеет активно расширяющиеся показания и действительно эффективен. И вопрос не в том, можем или не можем мы лечить какие-то заболевания, а в том, что при каких-то заболеваниях эффект доказан, а при каких-то заболеваниях эффект изучается. И что мы имеем на сегодняшний день? Если мы посмотрим на все препараты из этой группы, вот Прилгалимаб, про который мы сегодня будем говорить, на самом деле область применения, это уже зарегистрированные показания у нас в стране для этих препаратов. Это достаточно большая область. В принципе, каждый раз, когда я показываю этот слайд, он меняется путем увеличения еще одного дополнительного показания. Что касается Прилгалимаб, это не совсем аналог тех препаратов, к которым мы привыкли. Ниволюмаб и пембрилезумаб. Если мы посмотрим, здесь изменен тип антитела. Ниволюмаб и пембрилезумаб – это иммуноглобулины G4, они наименее реактогенные и практически не вызывают антитела зависимую клеточную токсичность. Прилгалимаб рассчитан на то, чтобы, наоборот, вызывать и пользоваться этим механизмом действия. Ну и, кроме того, у него достаточно высокая афинность к рецептору PD-1. То есть это совершенно другой препарат. Исследование, о котором я сегодня буду говорить, это исследование второй фазы. Оно рандомизированное. Пациенты рандомизировались в группу терапии 1 мг на килограмм и 3 мг на килограмм. Что хотелось бы отметить, что это исследование не имеет задачи сравнивать напрямую эти группы. Это исследование не имеет задачи сравнивать каждую из этих групп с историческим контролем или со стандартом для того, чтобы выбрать, какая группа более предпочтительная для дальнейших исследований. Кого включали в исследование? В исследовании включали пациентов, которые получали хотя бы одну линию лечения без PD-1 терапии, без брав-ингибиторов. Они могли получать химиотерапию или цитокина. Или это пациенты, которые не получали вообще системного лечения. Итак, кто же включился в исследование? Большинство пациентов включились в рамках дизайна одобренного Минздравом. Большинство пациентов включались на первой линии терапии. Часть пациентов включались после одной линии лекарственного лечения. И, в принципе, эти группы были сопоставимы. Если мы посмотрим по характеристикам пациентов, то вы увидите, что группы все практически одинаковые. Никакой разницы нет ни по полу, ни по шкале КОК, ни по проведенному ранее лечению. То есть это хорошо сбалансированные исследования. Если же мы сравним характеристики пациентов, которые участвовали, например, в исследовании КИНОТ-006, это регистрационное исследование было для ПЕМБРЛИЗУМАБА, то мы видим, что в нумерически несколько больше в исследовании МИРАКУЛОМ было включено пациентов с худшим ЭКОГОМ, несколько больше пациентов с повышенным уровнем ЛДГ, больше пациентов с предшествующим лечением, ну и, как у нас обычно включается, больше пациентов с метастазами в головном мозге, что отражает М1Д стадию заболевания по последней классификации. Таким образом, в целом, популяция пациентов, получавших ПЕМБРЛИЗУМАБ, выглядит несколько более тяжелой, чем аналогичная популяция в исследованиях с ПЕМБРЛИЗУМАБА. Итак, что анализировалось? У нас анализировалась популяция пациентов, получивших как минимум одно введение, и более сфокусироваться мне бы хотелось на дополнительных именно анализах, то есть те пациенты более однородные, которые получали лечение в первой линии терапии, и пациенты без так называемых нетипичных или редких локализаций при меланоме, а это 9 пациентов было включено в исследование, 8 из них сувиальной меланомой, мы знаем, что это другое генетическое заболевание, один пациент с меланомой слизистой ободочной кишки. Работает или не работает препарат? Вот пример нашего случая, где препарат, безусловно, вызвал частичный регресс, уже на первой оценке, на второй оценке этот эффект еще более усилился, но тут, очевидно, история понятна. Если суммировать оценку эффекта, обращаю ваше внимание, что здесь использовалась частота объективного эффекта по системе IRECYST, где прогрессирование требует подтверждения, и есть способ учитывать псевдопрогрессирование заболевания, то мы видим, что среди групп существует тенденция к несколько большей эффективности в группе 1 мг на 1 кг, больше полных ответов, больше частичных ответов немножко, несколько больше частота стабилизации, и в результате на 9% больше контроль над заболеванием суммарно. Если же мы выделим группу только пациентов, получавших первую линию терапии без нетипичных локализаций, то посмотрите, что происходит. Происходит рост эффективности терапии. У нас растет количество полных ответов, растет количество частичных ответов, то есть более раннее применение вроде как более эффективно. Ну вот это графически отражено как раз на данной диаграмме. Мы видим, что в общей популяции пациентов эффект, ну, как мы ожидали, в районе 30%, при этом чуть лучше в дозе 1 мг на 1 кг. В виде нетипичных локализаций мы видим некоторый рост, но небольшой, и в первой линии терапии, безусловно, значительный рост эффективности, и в большей степени этот рост касается именно дозы 1 мг на 1 кг, нежели дозы 3 мг на 1 кг. Объективный ответ достигается у 70% пациентов, и тут уже мы видим, что не имеет значения в отношении контроля над заболеванием, в какой линии применяется препарат. То есть, объективно, в первой линии терапии больше пациентов достигает более глубокого ответа, что теоретически должно выражаться в улучшении выживаемости пациентов. Что касается времени наступления ответа, тут тоже складывается некоторая тенденция к более быстрому ответу на большую дозу, но разница на самом деле всего лишь 3 недели в достижении ответа. То есть, это надо учитывать. Клиническая разница совершенно небольшая. Почему у нас такое различие между различными дозами препаратов? Ну, это вот всем известная кривая, которая при равной дозе мишени оценивает взаимодействие антигена и антитела. Если у нас мало антитела в организме, у нас эффективность низкая. При эквивалентности, то есть равном количестве антигена и антитела, эффективность взаимодействия максимальная, и, соответственно, эффективность иммунологических реакций. И при увеличении дозы антитела эффективность начинает снижаться, потому что часть антитела блокирует мишень, часть блокирует эффекторную клетку. Но вот, скорее всего, с пролголемабом мы имеем ситуацию, где более низкие дозы ближе к эквивалентности, чем более высокие дозы. То есть, дозы распределяются вот в этой части кривой. С другими антителами более вероятно, что они располагаются примерно одинаково по этой шкале, поэтому дозы считаются эквивалентными для неволюмаба 3 мг на килограмм, 10 мг на килограмм, для пембролизумаба 2 и 10 мг на килограмм. Что касается кривых времени до прогрессирования, мы видим достаточно типичную кривую, быстрый спад при первой оценке эффекта и выход на плату при последующих оценках эффекта. Это еще очень короткая кривая, всего лишь 6 месяцев. Но, тем не менее, эта кривая показательна, эта кривая соответствует тому, что мы уже получали. Общая 6-месячная выживаемость без прогрессирования в обоих группах 56,8%. На самом деле, эта цифра может быть больше, потому что хотелось бы показать пример нашего пациента. Он, конечно, с относительно редкой локализацией первичной опухоли, у него меланома крайней плоти была. Он получал пролголема в качестве второй линии лекарственного лечения. Первой линии у него была логичная дендритоклеточная вакцина. У него появились метастазы в печени, была произведена биописия этого очага. Он был верифицирован. Это действительно морфологический метастаз меланома. Пациент получал лечение. Исходный эффект был стабилизацией процесса. Однако при второй оценке эффекта у него появились новые очаги. По рецесту это прогрессирование процесса. По РРС мы могли продолжать лечение дальше. Мы продолжили лечение дальше. У него продолжили расти очаги. Старый очаг вырос. Появился еще один новый очаг. Что привело нас к двум новым очагам и существенному росту опухолевой нагрузки. Мы произвели биопсию одного из новых очагов. И были очень удивлены, потому что при биопсии нам пришло заключение, что здесь есть окруженный фиброзом участок меланофагов. То есть там действительно были клетки меланомы, которые были уничтожены иммунной системой. То, что мы видим, это все меланофагов. А в пределах биопсии опухолевых клеток живых выявлено не было. Пациент благодаря этому продолжил лечиться. До сих пор получил на настоящий момент один год терапии. Клинически те очаги, которые мы видели, они несколько еще увеличились. Мы сейчас сделали вторую биопсию. Ждем результатов, чтобы понять, что происходит дальше с пациентом. Но клинического прогрессирования пациента, ухудшения, состояния нет. И он вполне настроен дальше лечиться. Как эти результаты по выживаемости отражаются в известных кривыхах? В частности, с пембролизумабом, с которым мы сравниваем. Посмотрите. Это кривая выживаемости пациентов, исследований, 6-месячное время без прогрессирования в зависимости от группы составляло 47% для пембролизумаба. Мы знаем, что пемболизумаб – это эффективный препарат с достаточно высокой эффективностью. Для пролугалимаба это 56,8%. Мы, конечно, при маленьком исследовании не можем говорить о том, что это действительно цифра лучше. Но мы, по крайней мере, можем утверждать, что эта цифра заведомо не хуже, чем у пембролизумаба. Что касается безопасности – важный сигнал. Мы знаем, что безопасность – это ведущий показатель, который мы хотим видеть. Все лучше и лучше для антипедиадинтерапии. Что мы здесь видим? В принципе, мы видим типичную картину по поводу нежелательных явлений. Разницы между группами особо не выявлено. Было ни по каким признакам нежелательных явлений. Третья степень нежелательных явлений встречались редко. 22-27% – это то, что мы ожидаем видеть от антипедиадинтерапии. В принципе, она так себя и ведет. И если мы будем сравнивать иммуноопосредованное нежелательное явление, то мы видим стандартный профиль токсичности. Единственное, что может быть несколько выше частота тиреидитов и несколько выше частота пневмонитов. Хотя мы видели только пневмониты первой-второй степени, третьей-четвертой степени пневмонитов зарегистрировано не было. Но, тем не менее, это первые такие результаты. И мы не видим новых каких-то сигналов по безопасности, что говорит о том, что препарат действительно, скорее всего, не менее безопасен, чем уже существующие аналоги, имеющиеся у нас на рынке, и опыт по которым, конечно, значительно больше. Что касается иммуногенности, то сам по себе препарат оказался не иммуногенен, блокирующих антител не образуются, и, соответственно, дальнейшее изучение этого вопроса не проводилось. Подходя к заключению, что хочется сказать, что прогремаб действительно показал высокую эффективность лечения больных с метастатической меланомой, и почти 45% частоты объективных ответов и почти 70% контрольных заболеваний – это очень и очень хорошие результаты. Данные частоты объективных ответов и выживаемости соответствуют с результатами международных исследований, других антипедиадин препаратов, и я надеюсь, что в будущем они еще могут улучшиться, потому что это лишь первая оценка, первые 6 месяцев, по сути, было прианализировано, мы знаем, что для иммунотерапии запоздалые ответы – это нормальная ситуация. И прогремаб характеризуется благоприятным профилем безопасности, и, в принципе, все наблюдаемые нежелательные явления, они ожидаемы, и мы знаем, как их контролировать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...